К другим темам. В Тверской области и в Твери в ближайшее время начнут работать несколько десятков новых комплексов видеофиксации. В областной столице установят 9 систем на оживленных перекрестках в разных районах города, где появятся новые камеры. И чувствуют ли себя комфортно жители Твери под зорким оком гаджета, выяснил наш корреспондент. В объектив камер наблюдения зачастую попадают моменты краш, вандализма, нарушений правил дорожного движения и ДТП. Такая запись может стать неопровержимым доказательством вины. Поэтому всевидящее око помогает восстановить справедливость. Центр Твери, безусловно, усеян камерами видеонаблюдения. За нами смотрят отовсюду. Со стен жилых домов, магазинов, торговых центров смачт уличного освещения. Но в ближайшее время камер станет еще больше. Что касается областного центра, то в ближайшее время установят еще 9 новых систем на оживленных перекрестках. На пересечении Горького и Комсомольского проспекта, Тверском проспекте, на пересечении с улицами Новоторжской, Советской, Желябово, а также в Заволжском районе. Все это в рамках НАСПроекта «Безопасные качественные дороги», который направлен на снижение аварийности в регионе. Как отметил президент России Владимир Путин, современные дороги — это более удобная логистика, новые перспективы для бизнеса и многое другое. С 2017 года у нас успешно реализуется работа по ремонту дорог. Приводится в порядок опорная дорожная сеть. По НАСПроекту работа вышла на новый уровень. Увеличение количества комплексов фото-видеофиксации — одно из направлений работы. В 2023 году на дорогах региона устанавливают дополнительные комплексы видеофиксации. Их должно стать 154. Что касаемо жителей региона, за шагом которых буквально 24 на 7 следит всевидящее око, то они считают, что камер должно быть больше и на дорогах, и в общественных местах. Это поможет определить нарушителя происшествия, если какое-то происшествие на дороге произошло. Естественно, люди будут аккуратнее водить, реже садиться пьяными за руль. Всегда нужно, чтобы порядок был, чтобы всё культурненько, красиво, чтобы люди себя нормально вели. Чтобы понимали, что за ним следят. Если что-то не так, что всё. Они как-то дисциплинируют человека и помогают в развитии преступлений. Вы знаете, много всяких нарушений бывает для нашей же безопасности. Обязательно поставить в районах, во всех, во дворах обязательно поставить так, где плохо освещается камеру поставить, чтобы следить за что происходит. Если говорить о результатах, то можно сказать, что эта большая комплексная работа уже принесла свои плоды. По итогам 2022 года число погибших на дорогах по отношению к 2021 году снизилось на 22%. А что касается нарушений, то только за 2022 год в автоматическом режиме в регионе выявили более 1 миллиона правонарушений.